всем привет не так давно ко мне пришла еще одна посылка воспользовавшись канцелярским ножом аккуратно надрезаю пакет и посмотрим его содержимое достав что-то упакованную в пупырку затем аккуратно ее развернув можем видеть в антистатическом пакете хаб для 6 вентиляторов с возможностью регулировки оборотов теперь вынимаю оставшийся сверток сделав несколько оборотов в нем оказался еще один такой же хаб посмотрим есть ли что-нибудь еще оказывается тут присутствует три регулятора оборотов где с обратной стороны упаковки приведена ссылка на инструкцию по использованию все извлеча изучим содержимое поближе первым вынимаю управляемый хаб для 6 вентиляторов которому можно подключить как 3 так и 4 пиновые вертушки также он оснащен сатар разъемом питания стоит заметить что один вход красного цвета именно с него будут считываться обороты и дублироваться на стальные вертушки с задней стороны имеется клеевое основание для фиксации платы на корпусе системного блока еще к хабу прилагается небольшое руководство которое стоит прочитать перед использованием следующем конверте находится аналогичный хаб теперь вскрываю последний здесь три риабаса для трех пиновых вентиляторов с возможностью подключения в четырех пиновый разъем на материнской плате общая длина каждого из них составляет 235 миллиметров хочу отметить что представленные риабаса разработаны в россии перед тем как посмотреть их в деле включая системник с трех пиновым процессорным вентилятором в 4 пиновый разъем материнской платы как можно слышать он работает достаточно шумно вместе с этим скорость вращения вертушки составляет порядка двух тысяч трехсот оборотов в минуту теперь извлекаю коннектор из разъема затем подключаю вентилятор к риабасу который в свою очередь подсоединяю в манку включив компьютер в этот раз шум идет значительно меньше при этом скорость которой вращается вентилятор без дополнительной настройки заметно снизилась при желании можно выполнить подстройку работы кулера воспользовавшись например в операционной системе windows программа и аргус монитор запустив ее следует перейти во вкладку материнская плата а затем управление вентиляторами в данном случае контроль осуществляется через bios для цпу фана выбираю ручное управление приняв условия в указанном уведомлении кликнув по данному значку в расширенных настройках можно сконфигурировать приведенные параметры вернувшись обратно с помощью данного ползунка определяю минимальное значение при котором вентилятор начинает вращаться в моем случае она составляет пять процентов по аналогии выявляю величину при которой максимальное число оборотов остается неизменным спустя несколько итераций удалось выяснить что данное значение находится около 80 процентов теперь из выпадающего меню выбираю управление программы и указываю температуру цепи нажав по данной клавиши на представленном графике с учетом установленного минимального и максимального значения вращения вентилятора исходя из имеющихся 7 точек я построил такую кривую затем нажимаю сохранить изменения в результате скорость вращения вентиляторов практически в холостом режиме стало меньше чтобы данной конфигурации срабатывала при запуске операционной системы в настройках ставлю галочки напротив данных полей замечу что при использовании другой операционки такое решение может быть не актуальным поэтому рассмотрим еще один вариант в таком случае при запуске компьютера нужно перейти в bios для этого согласно приведенной подсказки нажимаю клавишу del здесь на главной странице в моем случае представлен похожий график скорости вращения вентилятора температуры который также можно подкорректировать если перейти в расширенный режим затем раздел монитор где выбравку fan configuration первый представленный пункт позволяет автоматически произвести настройку собственно активировав его спустя некоторое время приводится какие изменения будут произведены теперь понижаю минимальную скорость вращения до 100 оборотов в минуту немного ниже указываю максимальный рабочий цикл 80 процентов также скорректировал среднюю и минимальную температуру процессора нажатием на клавиши в 10 подтверждаю сохранение приведенных изменений после чего идет перезапуск компьютера в результате в холостом режиме скорость вращения трехпинного вентилятора составила почти полторы тысячи оборотов в минуту попробую снизить данные значения вновь зайдя в bios на главной странице открываю график работы вертушки здесь немного корректирую кривую приведенной зависимости и применяю сделанные изменения сохранив данную конфигурацию в операционной системе обороты упали почти до 1200 теперь рассмотрим управляемый хаб прежде на невключенном компьютере подключаю реабаз в разъем на материнской плате управляющей корпусными вентиляторами запитываю его от блока питания и подсоединяю две разные трехпиновые вертушки конечно лучше использовать одинаковые все подготовив запускаю компьютер и захожу в настройки уэфи bios нажав клавиши f7 в расширенном режиме перемещаюсь в раздел монитор здесь выбираю самый последний пункт открыв его опять таки внизу перехожу в представленный раздел тут можно выставить параметры для корпусного вентилятора оставляю как есть и возвращаюсь на главный экран здесь по аналогии с процессорным вентилятором только выбрав второй пункт немного корректирую кривую на представленной зависимости после применяю изменения и выхожу из данного раздела далее сохраняю произведенные настройки в операционной системе windows с помощью программы argus monitor можно также настроить работу корпусных вертушек для этого во вкладке управления вентиляторами в строке system fun выбрав ручное управление в расширенных настройках можно скорректировать приведенные здесь значения затем сохранив их нажимаю применить также можно воспользоваться ползунком вместе с этим имеется возможность программного управления выбрав его из выпадающего списка устанавливаю связь температуры cpu конечно можно установить и другую которая требуется после чего кликнув по клавиши кривой остается построить требуемую зависимость скорости вращения температуры затем сохранить произведенную конфигурацию и собственно ее применить на этом у меня все желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети